В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции на этой неделе сообщили о гибели в Израиле уроженца Молдовы. При этом, как уточнили в ведомстве, у погибшего мужчины не было молдавского гражданства. По данным МИДИ, с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке порядка полутора тысяч наших сограждан вернулись в Молдову посредством регулярных рейсов. В нашем телеэфире глава молдавской дипломатии назвал циничными попытки Илона Шора построить свою предвыборную компанию за счет организации чартерных авиарейсов из Израиля. Я считаю довольно циничным красть деньги у граждан Молдовы на основании этого взыскания из кармана каждого гражданина нашей страны строить политическую кампанию за счет трагедии, которая происходит в Израиле за счет отсутствия безопасности для граждан, которые чувствуют необходимость оттуда уехать. Так глава молдавской дипломатии прокомментировал организацию чартерных рейсов Илоном Шором для вывоза молдаван из Израиля. Нику Папеску отметил, что все желающие вернуться на родину могут это сделать посредством регулярных рейсов. За помощью в посольство Израиля, со слов Папеску, обратилось около 600 граждан, которые выразили заинтересованность срочно покинуть Израиль в случае, если регулярные авиарейсы будут недоступными или же появятся альтернативные варианты эвакуации. Более того, власти продолжают переговоры об обеспечении мест для наших сограждан на регулярные авиарейсы, организованные другими странами. Однако вопрос с вывозом наших сограждан из сектора газа сложный. И в похожей ситуации оказались не только молдаване. Всего, по данным главы молдавской дипломатии, в Газе порядка 50 наших сограждан, которые попросили помочь им покинуть опасную зону. В похожей ситуации оказались все страны, и США, и Франция, и Германия, у которых намного больше граждан заблокировано в секторе газа. И все предпринимают общие усилия для того, чтобы найти способ для эвакуации своих граждан из газы. Мы в постоянном контакте с властями стран региона, с правительствами Израиля и Египта. Всего с начала эскалации на Ближнем Востоке из Израиля на родину вернулось более полутора тысяч молдаван. Еще свыше 500 предпочли, наоборот, отправиться в Тель-Авив. Однако 20 октября Министерство иностранных дел европейской интеграции выпустило предупреждение о поездках в страны Ближнего Востока в связи с угрозами для безопасности, вызванными войной в Израиле, которая сопровождается многочисленными протестами и социальными восстаниями во всем регионе. Министерство иностранных дел европейской интеграции рекомендует гражданам Республики Молдова, которые собираются или планируют поехать в регион, особенно в такие страны, как Ливан и Ярдания, проявлять особую осторожность. Рекомендуется постоянно получать информацию из местных источников о ситуации с безопасностью и тщательно выполнять указания правоохранительных органов, говорится в распространенном сообщении ведомства. МИДЕИ также рекомендует гражданам, находящимся на Ближнем Востоке и нуждающимся в консультациях по консульским вопросам, обращаться в посольство Республики Молдова в Турции.